Ну а пока кто-то заботится об экологии, другие не выполняют элементарные правила чистоты и порядка. Жители на Гагарина 20 жалуются. Строители детского сада не следят за своим объектом. Кругом мусор и грязная жижа. Инспекторы Госадмотехнадзора вышли на место. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Пустые пластиковые бутылки, бумажки, фантики, бытовой мусор по всему периметру стройки нового детского сада. Убирать его должны строители, но этого не делают. Данный объект имеет достаточно много нарушений, чтобы организация, осуществляющая строительство, а в данном случае это ДСК-1, была привлечена к административной ответственности. Нарушения грубые, нарушений достаточно. Представители организации будут привлечены, вызваны в инспекцию, для привлечения ответственности в виде составления протокола и вынесения постановления об административном штрафе. 20 тысяч за отсутствие аварийного освещения, 50 за бытовой мусор на территории и по периметру стройплощадки. От 80 до 200 тысяч рублей штраф за вынос грязи со стройки. Итого максимальный штраф почти 300 тысяч. Мойки для колес здесь нет, потому вся грязь остается на дорогах города. Строители, что могли, убирали своими силами. Только-только строить стали, значит, да, немножечко, и то убирались нормально. А не сразу, значит, машина пройдет, и здесь же машина придет, экскаватор. Не экскаватор, а чистящая машина. Подметет все, грязно не было. Сотрудник Госадмтехнадзора фиксирует все нарушения. Даже сегодня на дороге, которая ведет на стройку, комки грязи. Сейчас плиту положим, остальное убирается. Уже должна, у вас должна быть уже подъездная дорога, временная плита, согласны? Согласен. Подъездные пути к стройке делают только сегодня. Манипулятор привозит плиты, которыми замостят дорогу. Сегодня доставили плиты, укладываем дорогу. Будет на всю протяженность дорога? А пока только вот четыре плиты? Ну, вот сейчас съездят на базу, при плите еще привезут, и будем указывать дальше. Одно нарушение сегодня устранят, но по остальным руководству компании придется ответить. И штрафы оплатить, и нарушения устранить. Дарья Макаровская, Алексей Золотарев для РТВ.